Контроль за соблюдением масочного режима вновь стал задачей номер один для общественников, волонтеров и представителей власти. Очередная проверка прошла на станции Люберцы-1, через которую ежедневно проходит 16 тысяч пассажиров. Результаты рейда в нашем следующем сюжете. Да? Да, есть маски. И перчатки есть, все есть. И сколько маска стоит ваша? 5 рублей, одна маска. А перчатки? Перчатки 20 рублей. Средства защиты на каждом шагу. Их можно купить в кассе, либо получить бесплатно у волонтеров. Каждый день на станции дежурят добровольцы. Они напоминают пассажирам требования Роспотребнадзора и вручают маски тем, кто забыл о новых правилах. С 9 октября мы уже раздали порядка 4,5 тысяч масок. Совместно с транспортными компаниями работаем. Также на электричках, на электропоездах, на маршрутных такси и на остановочных павильонах. За полдня на одном из самых оживленных участков Люберец выявили 180 нарушителей масочного режима. Соблюдать рекомендации в общественном транспорте важно для собственного здоровья и безопасности окружающих. В целом по нашим железнодорожным станциям пассажиропоток 30 тысяч в сутки. Это много. Только у станции Люберца, где мы находимся, здесь более 16 тысяч в сутки. У нас на Южной площади порядка 26 маршрутов. Это более 8 тысяч пассажиров в сутки. То есть поток огромен. Сотрудники железнодорожной станции в свою очередь дезинфицируют все, к чему прикасаются пассажиры. Обработка хлора и спиртосодержащими растворами проходит каждые два часа. Контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса усилен в регионе с 9 октября.